Здравствуйте! В эфире «Время новостей» на МТВ. В студии Анна Рябова расскажем о главных событиях к этому часу. Губернатор Андрей Бочаров поставил перед региональной системой здравоохранения и профильными ведомствами задачи на случай возможного осложнения санитарно-эпидемиологической ситуации. Защиту жителей региона от коронавируса обсудили сегодня на заседании оперативного совещания. Специалисты отмечают, что в целом по России суточная заболеваемость за июль выросла уже в 6 раз, а в 15 регионах динамика роста заболеваемости высокая. В Волгоградской области обстановка с заболеваемостью коронавирусом стабильная, рост небольшой. Инфекцию выявляют в ходе плановых обследований и диспансеризации. Обращения по симптомам заболевания пока носят единичный характер. Как правило, пациенты болеют в легкой форме и в госпитализации не нуждаются. Эксперты отмечают, что и за рубежом, и в России сегодня распространяются в основном под виды штамма омикрон. Мы уже сталкивались с ним и знаем его особенности. Он стремительно распространяется и представляет наибольшую опасность для детей, для людей старшего возраста, людей, страдающих хроническими заболеваниями. Мы также должны иметь в виду, что осложнение санитарно-эпидемиологической ситуации может совпадать с массовым возвращением жителей Волгоградской области из отпусков, детей и студентов с мест летнего отдыха и оздоровления, что может ускорить рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Кроме того, по мнению и прогнозам специалистов, пик заболеваемости коронавирусной инфекции в этом году может совпасть с традиционно осенним ростом числа простудных заболеваний. Для повышения уровня готовности региональной системы здравоохранения губернатор Андрей Бочаров поставил ряд задач, в том числе возобновить работу оперативного штаба и клинического совета по борьбе с ковидом и активизировать проведение прививочной кампании. Должен быть актуализирован межведомственный план действий, в том числе план развертывания дополнительного инфекционного кочного фонда и обеспечения медучреждений и аптек достаточными объемами лекарств и медицинских средств. Также необходимо разработать предложения для профилактики взрывного распространения ковида на предприятиях. В Волгограде подвели итоги образовательной программы для бизнеса «Экспортный форсаж». Обучение прошли 10 малых и средних предприятий региона. Среди участников – специалисты, руководители строительных, химических и производственных компаний, заинтересованные в развитии внешней торговой деятельности. Десять предприятий прошли предварительную диагностику экспортного потенциала и выбраны специалистами российского экспортного центра. Программа включает шесть образовательных модулей. Вместе с экспертами предприниматели обсуждали маркетинговые и финансовые особенности экспорта, учились искать иностранных бизнес-партнеров и грамотно вести переговоры. Новые знания и навыки позволят выпускникам эффективно реализовать экспортные проекты, выбрать рынок, оптимизировать логистические маршруты, минимизировать риски. Подготовленные планы по выходу на зарубежный рынок компании планируют реализовать в течение ближайшего года. По итогам программы участники отмечены наградами и подарками. Мы изучали возможности, инструменты, которые помогут расширить эти рынки. Многие вещи, которые нам рассказывали, мы уже опробовали на практике, однако инструменты, которые помогают расширить рынки сбыта, точно были полезны. Воспользовались мы пока что помощью в поиске иностранных покупателей, однако инструменты, которые есть, это поддержка логистических затрат, тоже, скорее всего, планируем воспользоваться. Волгоградская область активно участвует в нацпроектах «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт. В регионе продолжается системная и плановая работа по формированию условий для повышения экономической активности, обеспечивается финансовая и нефинансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. Развитие экспортного потенциала – одна из важных задач. С этой целью в рамках реализации нацпроекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» В Волгоградской области работает Центр поддержки экспорта. За полгода 2022-го Центр помог 160 предприятиям. На экспортный рынок вышли 20 региональных компаний, которые поставили продукцию на сумму около 8 миллионов долларов. Мы, соответственно, готовы всегда и по всем таким начинаниям нашим экспортерам помогать и сопровождать их экспортную деятельность. Мы в этом году выбрали абсолютно другие страны для проведения бизнес-миссий. То есть мы планируем поездку в Эмираты, поездку в Монголию. Ну и, конечно, наши традиционные рынки, которые мы уже посетили, это Азербайджан, Казахстан, Беларусь. И дальше мероприятия будут только увеличиваться. В Волгоградской области активными темпами идет подготовка к осенне-зимнему периоду. Профилактические, подготовительные и ремонтные работы завершены на 60%. К началу отопительного периода специалисты планируют подготовить 513 котельных и 342 центральных тепловых пункта, 2807 километров канализационных сетей, более 2000 километров тепловых сетей, около 11000 километров водопроводных сетей, 1127 водозаборов, 256 канализационных насосных станций, а также 11800 МКД. Объем финансирования составит более 1 миллиарда рублей. За ходом подготовительных работ к отопительному сезону следит и координирует действия органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих и управляющих организаций, межведомственная комиссия. Благодаря комплексному подходу отопительный сезон 2021-2022 годов прошел без серьезных аварий. Все возникавшие неполадки специалисты устраняли оперативно. В Волгограде объявили конкурсные процедуры по определению подрядчиков для благоустройства общественного пространства между техническим и социально-педагогическим университетами, в том числе тротуары вдоль вузов и участок, который соединяет два вуза на бульварной зоне по проспекту Ленина. Идею для проекта глава Волгограда Владимир Марченко обсудил вместе со студентами. По итогам встречи на общественном пространстве уложат брусчатку площадью 9 тысяч квадратных метров, асфальтовое покрытие для велосипедистов. Кроме этого, на территории, соединяющей два образовательных учреждения, подрядчики установят новые цветоточки и малые архитектурные формы. Особое внимание уделят озеленению. Задача навести порядок на пешеходной зоне между техническим и социально-педагогическим вузами и подключить инициативную молодежь к реализации различных городских проектов перед муниципалитетом поставил губернатор Андрей Бочаров. Также по поручению главы Волгограда Владимира Марченко специалисты прорабатывают вопрос восстановления трех гидротехнических сооружений фонтанов на бульварной части вдоль проспекта Ленина. За десятилетия эксплуатации без капитальной реконструкции оборудование водных объектов износилось и в настоящее время они не функционируют. Специалисты МБУ Волгоград-Зеленхоз уже составили техническое задание, необходимое для создания проектной документации и проведения работ. Фонтаны – объекты культурного значения, поэтому к их реконструкции будут допущены организации, которые имеют необходимую лицензию. Ни для кого не секрет, что люди пожилого возраста особенно нуждаются в поддержке. Даже выполнение простых домашних дел порой вызывают у них большие проблемы. Волгоградский школьник Влад Моисеенко нашел одно из решений этого вопроса. Вместе с командой волонтеров он приходит к людям старшего поколения и оказывает им необходимую помощь. Все подробности у Евгении Журавлевой. Все началось еще с новогодних праздников. Юные волонтеры вынесли старые елки и провели генеральную уборку в домах у пенсионеров. Весной ребята помогали одиноким людям и инвалидам ухаживать за садом и огородом. Рубили ветки, выносили мусор, ходили за продуктами. Нина Васильевна – одна из первых, кому на помощь пришел Влад Моисеенко и его команда. Женщина осталась почти одна, а за огородом ухаживать необходимо. Случайно вышла на этого мальчика. Я на мальчика вышла, на Влада. Случайно вышла и говорю, что ты как-то можешь мне помогать? Могу. Начал приезжать. Вот он же третий или четвертый раз приезжает. Приезжал один, приезжал вот с девочками. Их уже вообще ты детей не найдешь. Все заняты своими делами. А этот мальчишка помогает. В рамках социального проекта «Нет ничего невозможного». Ребята активно сотрудничают с представителями Волгоградского ресурсного центра добровольничества. Благодаря этому Влад и его друзья получают информацию о людях, которым нужна помощь. Помогаем одиноким пожилым людям, ветеранам, инвалидам в быту. То есть огород, краска, покраска. Владу, 14. Учится в школе номер 81 Центрального района. В ходе военно-исторической смены «Страна героев» познакомился с добровольцами, решил вступить в их ряды и создать собственный проект. В будущем мечтает связать свою жизнь с волонтерским движением. В данный момент в команде Влада 9 человек. И любой желающий может присоединиться к его коллективу. Сейчас, как никогда, пожилым людям нужна наша с вами опора и поддержка. Деятельность Владислава нашла большой отклик среди его одноклассников и знакомых. Я сначала занималась именно в медицинском профиле. То есть я больницам помогала. А сейчас им уже помощь не нужна. Я начала искать что-то новое. Ну и потом случайно в группе ВК увидела, собственно, Влада. Меня это заинтересовало. Только зародилась идея этого проекта. Я решила, что я тоже хочу быть волонтером, помогать людям, нуждающимся в помощи молодежи. Волонтерское движение Волгоградской области динамично развивается. И в настоящий момент в регионе около тысячи объединений, зарегистрированных в главном портале о добровольничестве Добро.ру. Область входит в число лучших в России по развитию общественных движений волонтеры культуры, волонтеры-медики и другие. Самоотверженный труд волонтеров высоко оценил президент России Владимир Путин. Евгения Журавлева, Александр Шишин. Время новостей. Сотрудники уголовного розыска задержали жителя Ставропольского края, причастного к телефонному мошенничеству. Молодой человек выполнял функции курьера. Забирал и переводил деньги, полученные обманом у пенсионеров, на счета аферистов. Подробности это и другие криминальные истории в сводке регионального управления МВД. В Держинском районе полицейские задержали по горячим следам подозреваемого в уличном грабеже. 37-летний ранее судимый мужчина ночью на улице подбежал к Волгоградке, выхватил у нее сумку, в которой находились документы, банковские карты, а также мобильный телефон, а после чего скрылся. Похищенное изъято, возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит наказание до 4 лет лишения свободы. В Центральном районе полицейские задержали участника дорожного конфликта, произошедшего 5 августа на оживленном участке дороги. 48-летний водитель такси из аэрозольного устройства распылил в лицо слезоточивый газ 44-летнему мужчине, который передвигался на автомобиле Hyundai. Потерпевший с травмой глаз был доставлен в больницу. По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по городу Волгограду совместно с коллегами из города Лоужского задержали 24-летнего жителя Старопольского края, причастного к противоправным действиям в отношении пенсионеров. Весной этого года подозреваемый через мессенджер нашел объявление о заработке, который заключался в выполнении роли курьера. Установлено, что молодой человек забирал у пожилых граждан и переводил их денежные средства, полученные в результате совершения телефонных мошенничеств, а в качестве вознаграждения забирал себе определенный процент от суммы. В настоящий момент установлено причастность задержанного к совершению четырех эпизодов на территории города Волгограда и двух эпизодов на территории города Лоужского. Сумма причиненного ущерба свыше одного миллиона рублей. Уважаемые граждане, чтобы не стать жертвой обмана телефонных аферистов и не лишиться своих сбережений, необходимо соблюдать следующие правила. Не впадать в панику от услышанного. Никогда и никому не передавать свои сбережения. С рабочей поездкой под шефный Станично-Луганский район Луганской Народной Республики посетили депутаты Государственной Думы от Волгоградской области Андрей Гимбатов и Виталий Лихачев. Поездка стала очередной в рамках реализации мероприятий из соглашения о долгосрочной поддержке восстановления мирной жизни и социально значимой инфраструктуры района. 28 июня его подписала делегация во главе с губернатором, героем России Андреем Бочаровым и руководством Станично-Луганского района ЛНР. В рамках соглашения Волгоградская область взяла на себя обязательства по оказанию помощи и поддержке жителям района, устранению последствий атак украинских националистов. Цель поездки – поддержка волгоградских строителей, которые занимаются ремонтом школ и детских садов, контроль за подготовкой к новому учебному году и отопительному сезону, восстановление разрушенных объектов инфраструктуры. С самого начала специальной военной операции Андрей Гимбатов постоянно участвует в поддержке мирных жителей Донбасса и наших военнослужащих, которые выполняют воинский долг на передовой. Он доставляет бойцам оборудование и снаряжение, о котором воины попросили его во время первой поездки. Тогда же депутату присвоили позывной «земляк». При поддержке Андрея Гимбатова из Волгограда отправляют гуманитарные грузы с предметами первой необходимости, продуктами питания, средствами личной гигиены. Депутат посещает беженцев в пунктах временного размещения, чтобы поддержать тех, кто был вынужден покинуть свой родной дом. Во время осмотра и ремонта социальных объектов в Станично-Луганском районе Андрей Гимбатов прокомментировал ход работ, в том числе в местной школе. Сейчас на объекте капитальный ремонт школы прошли, пообщались с подрядчиками, работа кипит, все дело спорится, техника работает, люди работают, срок объект будет сдан. Станично-Луганский район освободили уже через два дня после начала специальной военной операции. До этого здесь, с 2014 года, шли бои с украинскими националистами. Последствия видны повсюду. Отходя, украинские формирования старались как можно больше взорвать и уничтожить. Теперь здесь мир. Волгоградские специалисты ремонтируют детские сады и школы, которые пострадали в ходе обстрела ВСУ. Благодаря помощи волгоградских специалистов у нас оказывается ремонт спортивного зала, замена канализации, также нам уже сделали посад школы, и также планируется замена и обслуживание ревизии электрощитков также в Волгоградской области. После освобождения Станично-Луганский район обрел новую жизнь. При поддержке Волгоградской области здесь восстанавливают 52 объекта. Среди них всем известный детский сад «Сказка», который в феврале этого года обстреляли украинские националисты. Попадание было в садик, в первый этаж. Дети находились на втором этаже. Чудом просто. Из детей никто не пострадал, хотя из персонала люди пострадали. Мы четко совершенно видим траектории. Выстрелы сегодня. Здесь наши волгоградские ребята делают реконструкцию. В садике работают строители из Волгограда. И вскоре он обретет свой изначальный вид. Здесь снова будут слышны радостные детские голоса. Депутаты пообщались с рабочими на объектах и местными жителями. Многие из них также граждане России. В Станично-Луганском районе волгоградцы работают уже давно. Помогают восстанавливать район, налаживать мирную жизнь. В район доставили почти 80 тонн строительных материалов и оборудования. Работа кипит. Восстанавливается довоенный облик населенных пунктов. У строителей отличный настрой. Все понимают, каким важным трудом они занимаются. Решаются и проблемы местных жителей. Волгоградцы никого в беде не оставят. Многих волгоградцев с Донбассом связывает очень многое. Дедушка Андрей Гембатов освобождал Станично-Луганский район в годы Великой Отечественной. Среди прочих войск и соединений и его первый смешанный авиационный корпус генерал-майор авиации Шевченко Владимир Иларионович. 80 лет назад доблестная Красная Армия изгнала отсюда с Луганщины немецко-фашистских захватчиков. И сегодня, в 21 веке, в 2022 году, российская армия делает практически то же самое. Занимается очищением Украины от фашистской нечисти. Станично-Луганский район ждет новая жизнь. Впереди большая работа по восстановлению, возврату к мирной жизни. Волгоградская область и волгоградцы принимают в этом самое активное участие. Помогают освоиться беженцам, собирают гуманитарные грузы. Многие жители Волгоградской области выполняют свой воинский долг на передовой. 6 августа в Волгограде почтили память жертв атомной бомбардировки Хиросимы. В этот день, в 1945 году, военно-воздушные силы США сбросили на японский город Хиросиму атомную бомбу. Десятки тысяч мирных жителей погибли. Градус смерти был равен 9 тысячам по Цельсию. Ежегодно в городе Героя на Волге в память о жертвах бомбардировки звучит колокол мира. О дружбе городов-побратимов, которая продолжается уже полвека, расскажет Инна Емельянова. Традиционная мемориальная церемония прошла в музее-панораме «Сталинградская битва». Именно здесь находится колокол мира, подаренный Волгограду властями Хиросимы в 1985 году. К подножию звучащего памятника возложили цветы и бумажных журавликов. С 1972 года длится дружба и сотрудничество жителей двух городов, которые борются против войн в целом. В 1987 году в городе Героя на Волге открыли улицу Хиросимы. Волгоград, являясь основателем движения народной дипломатии и побратимских связей между городами на всей планете, продолжает традицию укрепления мира. Семена деревьев, пережившие Хиросимы атомную бомбардировку, высажены на Мамайовом кургане. Молодежь наших городов участвует в совместных проектах. 25 сентября этого года на площадке библиотеки имени Горького уже в десятый раз состоится школьный альтернативный фестиваль японского языка и культуры, проводимый Обществом дружбы Волгоград-Хиросима. Вспышка яркого света и выжигающая все волна. В эпицентре взрыва все моментально превратилось в пепел. Человеческие силуэты остались на стенах уцелевших домов. 6 августа 1945-го в одно мгновение Хиросима оказалась практически стерта с лица земли. В огне, под завалами и от последующего радиоактивного облучения погибли десятки тысяч человек. В 8.15 малыш взорвался в 600 метрах над Хиросимой. Это был эпицентр ядерного взрыва. Небо засветилось голубым от гамма лучей. Все живое вокруг погибло мгновенно, а в результате радиоактивной атаки, не успев почувствовать боль. 9 августа такая же участь постигла еще один город в Японии – Нагасаки. Многие из тех, кто выжил в первые часы после бомбардировки, скончались от лучевой болезни в последующие годы. Это было первое и последнее применение ядерного оружия в истории человечества. Местные жители нашли в себе силы и смогли начать новую жизнь, навсегда сохранив в памяти о жертвах трагедии. 6 августа 1955 года в Хиросиме состоялась первая всемирная конференция по запрещению ядерного оружия. А город стал живым напоминанием того, насколько разрушительной может стать гонка вооружений. Мы с Хиросимой в любых ситуациях продолжаем поддерживать дружеские отношения, объединенные одной целью, что то, что случилось в Хиросиме и в Сталинграде, не должно никогда повториться. Это сплачивает нас. У нас даже так случилось, что годы основания наших городов один и тот же. И на 400-летие нашего города мэр Хиросима сидел в президиуме рядом со всеми. Задача живущих сегодня – не допустить повторения тех страшных событий. Если изучать историю и помнить о всех погибших, то, получается, они и не умирали вовсе. В истории очень много предательств тех же самых. И из этого можно для себя создать мысль, что предавать плохо. Книгу эту писали несколько десятилетий. Два поколения ребят. И вот есть красивая, содержательная и читабельная книжка «Давайте дружить городами». Вот с любовью мою, нашу, к этой теме мы изложили в этой книжке. Надо бы знать историю, историю Руси, историю Советского Союза, ну и, конечно, историю дружбы городов-обратимов. Это одна из тысяч, наверное, тем, которые полагалось бы детям знать. Среди почетных гостей и Ольга Игумнова-Лоусон. Чтобы принять участие в памятном мероприятии, она приехала из английского Ковентри. В качестве подарков привезла с собой маленькую копию цифровая скатерть «Волгоград-Ковентри». 80 лет взаимной поддержки. Оригинал уникального артефакта хранится в музее-заповеднике «Сталинградская битва». На нем изображены 100 картин художников, 100 рисунков детей и 300 фото, сделанных жителями Волгограда и Ковентри. Культура спасает наш мир. Несмотря на национальности, люди участвуют в проектах. И сейчас мы запускаем с 1 сентября и в Ковентри и Волгограде программу «Диалоги культуры». Это программа не только для жителей городов Ковентри и Волгограда, это программа для жителей городов в любой точке планеты. Мы приглашаем всех укреплять мир с помощью культуры. А колокол мира – напоминание о человеческой бессмысленной жестокости продолжает свою добрую поучительную миссию. Чтобы нигде и никогда история Хиросимы и Нагасаки, Сталинграда, других разрушенных городов не повторилась. В тот же день в 18.15 в японском городе Побратиме прозвучал колокольный звон. Инна Емельянова, Ани Унанян, Виталий Грищенко. Время новостей. Разнообразные цвета и трагедия чувства. В его картинах было все. Прошедшие все тяготы судьбы, он по праву стал народным художником, в работы которого влюблены миллионы. Первые фанаты советского творца появились за рубежом. И сейчас имя Петра Зверховского известно ценителями прекрасного во всем мире. 8 сентября этого года ему исполнилось бы 80 лет. В память о прекрасном советском и российском художнике в выставочном зале музея Машкова открылась экспозиция работ Петра Зверховского. Тема продолжит Лейла Джумалиева. Красный, синий и желтый – основные цвета, из которых рука мастера создает невообразимую гамму оттенков и чувств. Зверховский мастер кисти колдовал над палитрой, создавая неожиданные оттенки и разыгрывал увлекательные живописные интриги судьбы каждого цвета. Глаз художника различает гораздо большее богатство оттенков, показывая всю глубину мыслей на холсте. Ни одной случайной капли, линии, пятна. Он не был любимцем судьбы, он не получал правительственных наград, он не был заслуженным, но он был человеком, по-настоящему тонко чувствующим искусство живописи. 40 лет мастерская была для него домом, там он мог все. Человек, он не легкой судьбы, но его внешняя жизнь очень плохо сопрягалась с его внутренней жизнью. Он приходил в свою мастерскую, и вот тут наступала настоящая его жизнь. Он работал, 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 и он получал колоссальное наслаждение от работы. И поэтому те, кто сегодня видят его произведения, они тоже получают это удовольствие. В его работах свободно пересекается средневековая Русь и раннее возрождение, приемы кубизма и сезановские открытия. Его картины понятны не всем, только настоящим ценителям прекрасного и тем, кто готов вникать в невероятный мир живописи и рассматривая каждую картину, погружаться в судьбу каждого цвета и находить то гениальное, что видел и стремился передать автор. Автор, который постоянно искал. Он был очень хорошим в истории, в биографиях, в проблемах других художников. В общем-то, знаете, это такой неспящий мозг, это такое сознание, которое постоянно бодрствует. Вот это такой действительно подлинный человек духа, и ты это очень замечал. Он был очень такой, как бы, окруженный всегда в свой собственный мир. Но при этом ты понимал, что это явление, где происходят какие-то вулканические вещи, очень значительные. Петр Ефимович Зверховский прошел долгий путь ученичества в поисках своего наставника. Он перемещался по городам и менял институт за институтом, пока не обрел свое место и время. Так некогда непринимаемый и осуждаемый в позднесоветском периоде представитель новой художественной школы стал любимым многими мастерам кисти. Его работы долго ищут и часами восхищаются люди во всем мире. Работы Петра Зверховского представлены в крупных музейных и частных собраниях России и зарубежья. Пушкина он обожал, Пушкина он цитировал постоянно. Эта работа называется «Смерть поэта». Она меня просто заворожила. Здесь никакой суеты, никакого торжества, никакой трагедии. Лаконично, тихо, без всякого лишнего пафоса. Просто удивительно. Он любил поэзию, он учил поэзию, он восхищался поэтами. И сам стал поэтом полотна, создавая на холсте неповторимый мир чистоты и гармонии, отчужденный от постоянной суеты бытия и вечного терзания. Блаженство, спокойствие, вдохновение, свобода. Работы собраны в одном выставочном зале впервые. Это картины, собранные из частных коллекций волгоградцев, людей разных профессий, разных социальных положений, но при этом безумно влюбленных в творчество автора. Проследить, что так терзала дума автора и его эволюцию, как художника на протяжении почти полувека – уникальная возможность для посетителей выставки. Я увидел много работ Петра Ефимовича, но мне было интересно посмотреть ранние его произведения. Под большим впечатлением от натюрмортов. Если посмотреть по датам, то есть 70-е, 80-е, 90-е, 2000-е, они, во-первых, все разные, его натюрморты, и видно, что человек находился в каком-то поиске, но это и свойственно художнику. Новый выставочный проект, посвященный творчеству выдающегося волгоградского художника Петра Зверховского, можно посетить и по Пушкинской карте. Выставка в музее Машкова продлится до 11 сентября 2022 года. Лейла Джумалиева, Роман Седлецкий, Время новостей. Не забывайте посещать наши официальные страницы в социальных сетях и делитесь своим мнением в комментариях. А с подробной лентой новостей можно ознакомиться на нашем информационном портале mtv.online. Полная коллекция видео на ru-tube.ru. Подписывайтесь на наш канал и не пропустите главное. На этом пока все. Встретимся в эфире уже в 17.00. Не переключайтесь. Субтитры подогнал «Симон»